Салям алейкум, саралабусла, джанла радиона, донисанас. Меня зовут Ладжи Фими, и я ведущая тревел проекта Джанла Фими. В рамках этого проекта я хожу в гости к интересным личностям, к известным людям и общаюсь с ними о том, о чем мне интересно, в роду задать им вопрос и поговорить. Вот сегодня я пришла в гости к художнику Рамазану Сининову, творчеством которого я восхищаюсь очень давно. И вы знаете, у меня даже есть одна такая папочка на компьютере, в которую я сохраняю ваши работы, и когда вы становитесь на душу особенно тоскливым, и хочется, знаете, чем-то поднять в себе настроение, я открываю эту папочку и начинаю достать ваши работы. И каждый раз я думаю о том, вот откуда, откуда в вашей голове, в вашем внутреннем мире такой космос, такое яркое вообще сочетание цветов. Откуда вы черпаете вдохновение? Ну, действительно, вдохновение этого художника – это самое главное. Ну, черпать – это, знаете, быть художником, просто слово «художник» – это и просто рисует человека, это разные вещи. И вот быть художником и не писать – это невозможно, потому что без этого невозможно жить, как, говорится, без краски, без холста, и это образ жизни. Поэтому вдохновение у меня, ну, я даже не знаю, вот мне просто что-то увидел, вдохновило, или я… Да, бывают моменты, что по каким-то другим причинам я долго могу не работать, ну, то есть это не от меня зависит, а работать хочется, но хочется, стремлюсь, бегу в мастерскую, и у меня куча вдохновлений, как раз, очень много всего, желаний и идеи. Хочется сделать сразу много, но это время, потому что когда работа отнимает, ну, скажем, время, энергию, и вот как бы любая жизненная ситуация, очень важно, когда я замечаю, когда хожу просто по улицам, вижу некоторые нюансы, это, ну, скажем, типа и фотиков, вот мыслив. То есть вот, как телевизионщики видят мир картинками, да, а, допустим, родичники, они сразу реагируют на какие-то интересные звуки, то есть художники видят сразу мир вот такими этюдами, да, возможными? Да, да, такие кусочки в образ жизни ситуации, и оно у меня в голове тоже трансформируется, то есть для меня система композиции – это передача моего видения этого сюжета, да. И я стараюсь, как бы, через этот сюжет добиться остроты, ну, наверное, я больше себе доказываю, чем зрителю, я не стараюсь этого делать, то есть я должен душевно успокоиться, я добился ли того, что я очень не мог. Вот вы начали говорить про то, как вы ловите за хвост госпожу музу. И нужно ли для этого художнику, вот вам в частности, какая-то специальная атмосфера, да, то есть, например, вокруг вас должен быть покой и уют, либо наоборот, вот именно в момент каких-то душевных потрясений муза посещает вас. Как вас, доктор Станин? Муза посещает, действительно, когда происходит какой-то шум, или я где-то нахожусь в таком местах, где много происходит, как вы сказали, шум, то есть оно все останавливает, то есть я не могу сконцентрироваться просто. Единственное, это увесь, это массовская, то есть где мы сегодня находимся. То, что вы здесь видите. Действительно, здесь я полностью от всего ухожу, по сторонних элементам, и переключаюсь на тот момент и на тот, который я хотел бы изобразить. – А что разрушает вас? Вот не бывают такие ситуации, либо люди какие-то токсичные, которые не дают вам творить, то есть они разрушают вас изнутри, и вам надо как-то восстанавливать силы? – Ну, попадают в себе. Такое есть иногда, что действительно есть такие товарищи, люди такие, с которыми не очень хочется общаться, оно как бы убивает. – То есть влияете в декларации? – Влияет, да. Я стараюсь от этого избавиться и держать какую-то дистанцию. Все-таки это я чувствую, что мне мешает очень сильно. И часто попадают с такими. Ну, я-то не в курсе, что… – Но вы очень мягкий по характеру человек. – Ну, я, да, я, может быть, сам, может быть, искусственный. Ну, в искусстве художники бывают разные. Они могут быть очень анатичные, могут быть подвижные, то есть еще, скажем. А в самых работах появится лерика, да? То есть очень аффициентный, то есть милец какой-то. – Вот, кстати, глядя на ваши работы, на вот такие сочные, яркие краски, я считала, что вы по натуре такой холерик, знаете, от Сальвадора Галии. Вот, врываетесь и заполняете с собой пространство. – А, померяю. – Поскольку наши с вами, я бы была удивлена, насколько вы вот излучаете спокойствие, миролюбие. Вот откуда эти краски? Краски, вообще, когда я родился, я родился в Самарканде. Самарканд – это уникальный город, настоящий восточный город. Тем более насыщенно солнцем, ярко. Люди там одеваются очень ярко, тем более освещенным солнцем. Эта яркость становится просто, можно осветить, честно говоря. Настолько очень ярко, это я правда говорю. И, увидев, прожив там столько лет, естественно, я не мог вот так, как Петербург или, там, где-нибудь, в российской клубилке, да, с серебристами, в таких отношениях. И вышивки восточные, керамик, я повлияла настолько, что я до сих пор от него, то есть, ну, постоянно, даже если я вот на берегу, то есть, я, вот, так как мне, в 57-мой наследие. И, ну, сама жизнь, и, как бы, сама битва, и сама сомневая, то так переходить от яркости к какой-то восточному, более, скажем, такой сложный сочетание. А если бы вы вернулись в Крыму? Ну, я не могу это, это, знаете, жизнь художья, она, не случайно, но все-таки, ну, я не могу придумать, если я родился в Крыму, то вообще мог бы, был бы я художник в Крыму. И, ну, я так очень, с таким вот этим, хорошим воспоминанием, вспоминаю, это действительно то. Меня отвела ради в этот год. Как произошло? Как произошло? Так что, вот, вы оставили себя как художник? Была ли это какая-то школа? Как в Викторинде рядом с вами? Вот как вы решили стать художником? Ну, это я вот такой, кстати, я учился, как все студенты, по школам, академии по учебнике. А вот там была готова, подготовка студентов для будущего. А вот так, скажите, когда вы на каком этапе поняли, что вы хотели у вас вступить в художественное учебничество? Извините. А у меня на том металле, когда я родился в дворец в Почтаре, я был еще ребенок, и он у меня был, и тогда, если же я, видимо, со школы, начинал со школы, но, в принципе, как бы, продолжал себе там тренировать. Правильно? Она была, она была, насколько, она заразит своим окончением, а его так объяснили, и красиво. Так я преподносил нас, и вот это я, и что столько впитал, я не мог, у него было такое место, то есть мог уже подумать, куда-то от другой места уходить, весь друг уходить, весь тебе. Отец был, естественно, он, мечтал, я тоже был здесь, и продолжать его профитики. по мотору, по мотору, по мотору, по мотору. Чисто визуально? Ну, так, ну, они не очень, продали, в магазине, потому что, ну, все-таки, по мотору, все-таки, как мне, я, молодец, я молодец, но многие все вели, у меня люди, когда выезжают, это никогда не знал, как мне, я, не уехал. Ну, вот так, вообще, все-таки, с костинцом, с костинцом, с костинцом, по-своему, ну, золотой, по-своему, что я уже заготовил, ну, вот, что она меня пела, я два года пела, и 16 лет успешно, и лучше, и просто, пусть, я поступил, еще в будущем, то есть, письмо, пусть, мне нравится, обычно, все, моя, все хорошая, педагог, студент, забирает, хороший, и просмотр, честный, меня не осталось, скажем, кроме меня, даром, вот, 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 пейзаж, и, все, входило, так вот, фон, скажем, и, а, и, а жизнь, ну, вот, желание, художник, действительно, начальше, и, это не аспект, просто, я пытался, несколько лет, там, несколько лет, я пытался, писал, биологические, картины, сделал, потом, говорит, что, знаете, да, замечли, художник, вы, он же, не таков action. то есть он смотрел, что мои картины и диастоки, я поверил, что не плага был с манерой. Повторяю. Его обязаны, то есть манерой. Не я, а меры. Манерой. По позициям. Манерой. Если хоть так можно сказать. То есть я буду увешивать работу. То есть это не важно. Да, это не художник. Поняли, что все. Мой стиль очень большой. Очень обидно. Я записывал все. Я уже художник. Я сказал, что хорошо писал. Потому что не важно. Да, я работаю. Я сможет. Пишу, для чего это считается. Если повторяю. Да? Привет. Спел из меня от кого-то. Это не интересно. Но здесь уже так. Погода. Вот так ему. Но. Дружок. Я вот здесь. А вот, с вами, я никого не могу съезжать. От него. Как название. Хочется сказать. Уйти. Она. Вот таки. Нашел. И все. Такой народ. Яшки. Погода. Словно. Выше. 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 Что я. Настолько. Ее один. Погода. Решил. Терри. Выше. Один. Погода. А я. Сама. Хотел. Наши. Так. Холстей. Красивые. А кто. Я. Настолько. Я. Скопировал. Это. То. Нельзя. Чить. Холст. Взял. Я. Терри. Но. Могу. Да. Морок. Взял. Комиссии. Я. Увидел. Увидим. Такой. Управления. Взяла. Мак. Я. Увидел. Увидел. Такое. Сушен. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Вспомните, иначе бы я назвал... Лино Вилилайев, например, живет в Харькове. А, Лино Вилилайев. Мы недавно, Ахоша Сарайевна, сделал выставку. Мне этот молодой человек очень нравится. Он от меня свой... Он вас напоминает по стилю? Ну, я бы не сказал. Я бы не сказал, потому что у него абсолютно другая стиль. В прошлом году была на выставке малая художница Елизавета Саитовой. Вот я тоже не могу вспомнить таких художниц. Честно, я как-то, может, мало информировал. Мне надо почаще ходить на этих выставках. А ученики у вас есть? Я работаю в художественной школе. Они как бы идут в училище художественное, поступают или в институты. Они начинающие ученики. Да, есть, но фамилии я просто не могу назвать. Но перспективные есть. Да, да. Рамазан Агар, вот есть такое мнение, что вообще художественное, изобразительное искусство у крымских татар может считаться, что его история лет 100-120. Всего того, что как бы крымские татары, как мусульмане, ислам накладывают определенные ограничения на изображение людей. И поэтому вот само развитие художественного искусства, это вот лет 100. Мы согласны с такой точкой зрения? Ну, согласен, да. И вообще в Средней Азии тоже, например, в Афганистане, скажем, да, начало рожеписи, можно сказать, прошло век. То есть, примерно, где-то 15-20 годы прошло век. Оно было полно декоративное, и только одно искусство. То же самое и у нас, можно сказать, когда история начинается с этого времени. Ну, это повлияло, конечно, время, вот этот Советский Союз. Как вы думаете, департанция как-то повлияла на наше добровительное искусство? Повлияла очень сильно. Каким образом? Ну, некоторые художники дали много тем, которые посвящены департанциям. Ну, это департация, во-первых, я, насколько заметил, период департации, ну, очень мало самих художников было. Ну, период департации. И, конечно, было бы приятно, когда тема раскрывала тот человек, который присутствовал в департации. То есть находился. А у нас еще один вопрос, я извиняюсь, у нас еще один вопрос от наших не терпящих... Отташих зрителей. ...за какие максимальные суммы и в какие страны вы продавали свои работы? Я вот думала задать вопрос насчет суммы, но зрители оказать не спели. Ну, в принципе, я буду перечислять это много. Если ты не коммерческая там. А, во всем мире работа находится. Ну, может быть, единственное, что в Австралии нет. Вот, кстати, Рамазан Ага сейчас готовится к выставке в Саудовской Аравии. Нет, в Дубае. В Арабских Эмиратах. И это уже не первая ваша поездка, да? Да, вторая будет. Там просто очень понравилась моя работа, я не трогала. Вот мы сидим на фоне работы, над которой вы продолжаете говорить. Как называется эта картина? Вообще, эта картина называется «Афросиап». Афросиап – это длиннейший город Самарканда. Оно как бы две с половиной тысячи лет, там, можно сказать, три тысячи. Это ровесник Рима, там, Александр Макетонский, поблагодаря, которые будут. Почему «Афросиап»? Потому что я все-таки подсознательно все еще не могу от Самарканда выйти. Это особенно Собда, «Афросиап» – длиннейший город. И вот эта композиция посвящена именно вот этой самой. А у меня, знаете, есть такое альтернативное название этой работе – «Дорг Базну Портарачат». Согласны вы, если это будет называться? Может быть. Что бы вы хотели, можно быть, донести до зрителей, до слушателей «Джанна Радио»? Ну, что могу я сказать? Ну, в любом случае, естественно, любить красоту, которая вокруг вас существует. Находится людей, уважать людей как-то и побольше любви. Побольше любви – пожелания от художника Рамазана Мусенинова, зрителям и слушателям «Джанна Радио». Сегодня тревел-проект «Джанна Фильми» побывал в мастерской художника. Я надеюсь, вам понравилось, вам было интересно. Если будут еще вопросы, мы обязательно передадим Рамазан Арам. Салат Минхамус, до новых встреч!